В этом видео работает практикант. Он учится и делает ошибки. Учитесь с нами, делайте сами, делайте лучше нас. Кровельный инструмент покупайте на сайте. Начинаем наше занятие. Сегодняшняя тема нашего занятия – одинарный лежачий фальс. Мы сейчас подготовили лист железа. Сейчас мы на нем сделали с двух сторон. С правой стороны, если смотреть вот у меня, мы сделали отгибку сумок 5 мм или П-отгибка. С левой стороны мы сделали разметку на отгибку уже 35 мм. Это малая отгибка для Г-отгибки. Сейчас мы делаем это все по схеме, которая у нас имеется. То есть, если разобраться, вот та часть, которая у нас заштрихована, это у нас будет ослабление фальса на П-отгибке и ослабление фальса на Г-отгибке. Ну а теперь переходим к разметке. Обучение кровельщиков по металлу на разряд. Колледж водных ресурсов. Профессионально, качественно, 15 дней в оборудованной кровельной мастерской. Телефон на экране. Так. Становили. И для того, чтобы нам сделать линию сопряжения, мы применяем фальсовое лекало. Прикладываем его, как сейчас видно. И будем проводить линию сопряжения вертикальной и горизонтальной кромки. Прикладываем его, как сейчас видно. Линия сопряжения у нас вверху. Эта кромка у нас отчерчена 25 миллиметров. Горизонтальная кромка у нас отчерчена 35 миллиметров. Прикладываем и карандашом прочерчиваем линию сопряжения. Линию сопряжения мы провели. Продолжаем наши работы. И мы сейчас будем подготавливать левую часть нашей картины. Для этого мы сейчас подрежем клямеру, которая у нас выступает лишнее. Где-то 5 миллиметров нам достаточно будет для того, чтобы отогнуть клямеру, закрепить картину. И после того, как мы сделали рез, нужно уплотняем теперь клямеру, выравниваем нашу складку, гребень стоячий, вертикальный. И теперь для того, чтобы нам сделать кромку более вертикальной, еще применяем вот клещи конвертные прямые. Выравнили кромку вертикальную часть, горизонтальную часть. И теперь берем напильник. В данном случае рекомендуют брать с мелкой насечкой. Номер 3, номер 4. В данном случае у нас вот такой напильник. Трехгранный. Можно брать круглый или полукруглый. Но действительно здесь нужно иметь в виду, что насечка должна быть мелкая. Мы убираем таким образом сейчас все огрехи, которые у нас на линии реза. То есть всякие мелкие заусенцы, выступы. И подготавливаем таким образом кромку. Ну, теперь устанавливаем камеру для того, чтобы было качественно более видно. Так что мы сейчас будем работать именно с верхней частью нашего переднего фартука, который состоит из двух картин. Правой картины и левой картины. И будем сейчас вороблять складку на так называемом вассерфальце. Это вассерфальц, это верхняя кромка гидробарьера. Берем сейчас вот клещи конвертные и будем эту складку сейчас отгибать. Есть разные мнения по тому, как делать эту складку. Некоторые отгибают в другую сторону ее. То есть мы отгибаем ее налево, можно отгибать ее направо. И потом можно ее по-разному оформлять. Но мы сейчас сделаем один из способов, которые мы испробуем. Мы сейчас будем отгибать, формировать складку на вассерфальце. И будем отгибать ее налево. Как у нас это... Ну, для того, чтобы сформировать эту складку, надо убрать наши саморезы с вассерфальца. При помощи шуруповерта мы это делаем. Внимаем наши шурупы или саморезы, как их называют и шурупы, и саморезы. Шуруп мы здесь используем всегда на фальцевой кровле для того, чтобы нам закрепить клямеры. Шуруп универсальный с потайной головкой. Длина должна быть не менее 25 миллиметров. Это минимум. Доска должна быть, обрешетка, как я называю, дюймовка. И саморез тоже. Тоже быть не менее 25. Устанавливаем сейчас снова камеру поближе сейчас к нашему месту действия. Подрезаем также нашу кромку слева, справа для того, чтобы у нас все отгибалось одновременно. Устанавливаем нашу камеру с нужного угла ракурса и продолжаем нашу работу при помощи клещей конвертных прямых. Нормально сейчас выравниваем. Сделали рез и отгибаем с этой стороны то же самое. Сделали рез и отгибаем в сторону. Продолжаем формировать нашу складку на вассерфальце. Вассерфальц тоже постепенно начинаем отгибать. Делаем это медленно потому что железо гнется не сразу и не быстро а постепенно. Железо у нас не приспособлено для фальцевой кровли. Это обычное железо северсталь 0,55 и еще сталистая. В нем работать неудобно. и не всегда получается то, что хочешь с первого раза. Продолжаем формировать нашу складку. Опускаем вассерфальц то есть нашу кромку гидробарьера постепенно слева справа при помощи наших конвертных клещей прямых. Вот так этот процесс выглядит. Постепенно отгибаем сейчас прикладываем наш клещ к складке опускаем ее постепенно вниз. Многие скажут что а зачем это все здесь вот эти складки на вассерфальце. Действительно многие не делают этого но так как мы делаем все по науке что называется то есть имеется у нас немецкий немецкая выкройка и по ней мы сейчас отгибаем нашу складку один из способов берем сейчас зажимаем внизу клещами и пробуем эту складку отгибать далее. Дело все в том что эту складку можно было бы сразу отогнуть если бы у нас были клещи есть тоже клещи конвертные но они называются клещи конвертные асимметричные то есть у них не как в обычных конвертных клещах прямых угол губок под 45 а там угол губок 22 и 44 то есть с такими асимметричными губками процесс отгибания вот таких вот складок они у нас и на радиус нам гребни имеются если у нас если мы будем делать онлайн курсы фальцевой кровли для новичков пробуй тренируйся все получится понравилось видео поставь лайк понравился канал подпишись 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 подпишись